всем привет сегодня у нас распаковка будет чайника сяоми и мультиварки сяоми они пришли на смену старым чайнику и мультиварки мы сейчас распакуем и посмотрим сравним как быстро нагревает тефалевский чайник сяоми ну и что-нибудь приготовим мультиварки старый чайник тефаль все отлично вообще классный чайник мне нравится единственное что немножко уже такой потерт и он поизношенный и мультиварка philips вот такая вот была вот на замену им приехала мультиварка и чайник сяоми вот здесь они будут philips она большая занимает столько места я думаю что но мне кажется что сяоми должна быть компактнее и немного меньше места занимать сверху у нас идет инструкция на китайском языке все на китайском языке английского нету какой он белоснежный пластик такой матовый прикольный каемка такая металлическая вот он открывается кнопкой еще раз покажу приоткрывается внутри какая-то вот здесь дырочка и такой вот металлический красивый полностью но отметки снаружи непонятно сколько ты наливаешь воду то есть ты открываешь и тебе нужно по отметкам внутри видите сколько ты наливаешь воды полтора литра сюда максимум можно заливать ну выглядит очень круто давайте посмотрим внизу у него вот видите какая тоже инструкция ну выглядит очень круто действительно прикольный такой массивный ручка белая ну надеюсь пластик не марки и быстро мы его не зашлем и вот такая вот база с китайской вилкой проводочек сюда выходит и ну не знаю около метров вот ну и сейчас попробуем распакуем ну и мультиварка сяоми здесь вот какая-то китайская грамота написано с обратной стороны на коробке тоже какие-то надписи ну в основном цифры но что они обозначают наверно номер телефона или я не знаю вот нарисована сама мультиварочка здесь технические характеристики с этой стороны коробки коробка тяжелая вот ну уже здесь на русском допустимая для службы доставки а мне ронять не не что-то такое кому обращаться и так далее опять же сверху инструкция какая-то карточка просто какая-то то есть пожелание наверно там типа enjoy best quality вот и теперь инструкция все на китайском кнопки даже даже но пора учить китайский в общем откладываем далее здесь у нас ложки ложки белого цвета такие как только что мы распаковывались пластик как распаковывали чайник такой приятный на ощупь вот такие вот красивые прикольные ложки с логотипом меджия круто круто давайте пока тоже отложим далее стаканчик мерный сколько тут я не знаю так 100 100 миллиграмм то есть 40 80 120 160 вот не 100 160 плохо видно просто вот тоже есть значочек me и это что отдельно провод идет отдельно провод питания причем это вот круто просто этот провод можно будет забинить на кабель от пока но чтобы не обрезать китайскую вилку просто вот такой вот ну это это хорошо но сам провод он очень прикольно он мягкий качественный такой кабель от пока будет конечно жестковат для по сравнению с этим кабелем так что либо можно заменить вилочку вот эту либо поставить кабель от пока вот такой вот питания но от компьютера от принтера такие используются То есть, вот так. Ну и открываем. Та-дам! Да, большой. Я думал, он будет немножко поменьше. Так, давайте берём. Смотрим. С задней стороны здесь сигнал Wi-Fi. Работает, не работает и так далее. Сверху имеем три сенсорных кнопки. Нажимаются они причём. Ну, прикольно нажимаются. Значёчек Mi. Это мы можем скачать приложение. Так, и оно вроде как покрыто плёнкой было. Но на самом деле ничем оно не покрыто плёнкой. То есть, это всё нанесено. И это... А, значёчек можно вот эту вот линию можно снять. Вот. То есть, так показано, что где будет. Здесь будет сенсорный экран и так далее. Кнопочки. Ну и значёчек Mi мы... И на китайском написано, что где обозначает. Мы вот это вот убираем пока. Вот такая вот красота у нас будет. Немного магнитится к рукам. То есть... Ну, это скорее всего от пенопласта в коробке. И большая кнопка открытия. Ну, давайте посмотрим снизу, как он выглядит. Симпатично всё сделано. По бокам вот эти вот зажимы для того, чтобы удобно было носить её. Вот. Ну и, естественно, она выглядит компактнее. Намного компактнее, чем наша старая Philips. Сейчас поставим для сравнения. Вот для сравнения старая наша мультиварка Philips. Такого вот размера она больше и в длину. Причём, ну, наверное, сантиметров на 10. И немного выше она. Давайте вот так посмотрим. Вот. То есть, выше тоже сантиметров на 5-6. Ну, это с учётом, если кнопку учитывать. Вот эту вот. Итак, внутри давайте посмотрим. Вот старая мультиварка выглядела так. Вот клапан, резинка уже, ну, такая уже немножко составилась. Вообще, мультиварку меняем, потому что начало пригорать. То есть, пригарное покрытие вот испортилось со временем. И уже немножко начало пригорать. Вот. И здесь выглядит так вот. И тут у нас нельзя было снимать крышку. А здесь она снимается и её можно мыть. Вот так выглядит красота эта. Конечно, всё продумано. Там инженер какой-то самолёт и делал. Или космические корабли. Ну, я шучу, конечно. Вот такая вот выглядит. По сравнению она меньше немножко по диаметру. И тут какая-то картоночка. Я думаю, её нужно убрать, чтобы не сварилась. Смотрите, вот внутри так выглядит всё. Вот это резинки какие-то. Какие-то резинки для того, чтобы не царапалось наружное. Вот. И жена говорит, вот это вот, как она называется? Тяжелее чаша. Чаша, чаша тяжелее. И вот так выглядит. Давайте сфокусируемся. Вот здесь какие-то надписи. Ну, всё на китайском. Ну, по размерам она тоже меньше. Меньше. Ну, у нас семья небольшая. То есть она диаметром меньше. И на вместимость, наверное, меньше. Ну, выглядит тяжелее. Она такая металл-лист толще. Вот. Ну, сейчас мы её поставим там, где она будет стоять. Кстати, вот здесь тоже ещё резиночки специальные. Специальные резиночки, чтобы она не царапала чаша. То есть становилась хорошо. И я так понимаю, остаётся здесь воздушная прослойка. Наверное, это какое-то там специально для того, чтобы быстрее нагревалось. Вот. Ну, устанавливаем. Подключил его в розетку. И он сразу запиликал. Показал нам время. Всё такое беленькое. И видно еле-еле. Тут что-то мигает на китайском. Вообще, тут управление всё на китайском. Символы все китайские. Вот. Поэтому надо будет как-то учиться с ним, справляться. Вот это, я так понимаю, таймер. Насколько нужно погреть. Это сброс. Судя по мелодии. А, ну и таймер, насколько погреть. Здесь режимы, то есть переклацываются. То есть, этот 40 секунд. Этот минута 30 с какими-то там тюнингами. Вот. 0, 0. Ну, в общем, с этим надо будет всё разбираться. Сейчас. А, вот это вот старт. И отменить. Да, сброс вот это. То есть, вот это, вот это две кнопки, которые выбрать программы. И... А вот это вот сброс. То есть, остановить, сбросить. И можно выбрать какую-то программу... Подогрева. Да, подогрева. В общем, сейчас попробуем. Вот так это теперь выглядит. Рядом чайник и мультиварка. Рядышком они гармонируют друг с другом. Потому что они беленькие, красивые. И сейчас попробуем что-нибудь. Установим приложение жене. И посмотрим вообще, что там, как и как разобрать. Когда телефон нашёл и начался при жжении, Wi-Fi перестал мигать и горит синим. При подключении сразу нашло новую версию встроенного ПО. Ну, давайте попробуем обновить его. В общем, подготовили ингредиенты. Мы сейчас попробуем приготовить рис. Взяли два мерных стакана по 160 грамм. Потом лук, морковка, чеснок, курица, соевый соус будем использовать, оливковое масло и чеснок. Посмотрим, что из этого получится. Промыли два стакана риса. Высыпаем его в чашу. Должно быть видно, я добавила воды до черточки два. Теперь следом высыпаем лук, морковку, чеснок, мясо. Мясо на сегодня курица. Добавили курочку. Выливаем ложку соевого соуса. За ним ложечку оливкового масла. Кстати, это делаем благодаря вот таким мерным ложкам. Мне муж приобретал их. Очень даже удобно наливать масло или добавлять всякие соусы в блюдо. Теперь берем ложечку, которая прилагалась к нашим рисоварке. И слегка перемешиваем все ингредиенты. И будем сейчас разбираться с приложением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда готов, вот так вот мигают нолики. Пропиликала интересно. И посмотрим, что здесь у нас получилось. Открывать надо аккуратно, потому что там пар. Я сверху еще положила курочку, кусочку. Попробуем, что у нас получилось. В общем, получилась вот такая красота. И вот так вот оно все будет. В общем, рис приготовился за час, как выставлено было по приложению. Вот так вот у нас он получился. Ресинки не прилипают. Очень вкусно. Итак, набрали воды. По полтора литра. Вот здесь видно снаружи. Удобно, конечно, что снаружи видно, сколько воды. Ну, ладно. Так. Все, закрыли. Два чайника. Старый и новый. Давайте сверим, сколько, какой закипит. Погнали. Ну, там плюс-минус одна секунда, потому что я чуть-чуть раньше нажал. Кстати, на камеру мигание вот этих лампочек. То есть, тут мигает тоже диодик. На самом деле он не мигает. То есть, глаз не видит эти мигания. То есть, это вот мигание видит только камера. И здесь диодик еле-еле виден. Здесь же он ярко горит. Вообще, классный чайник. То есть, он еще послужит долго. Единственное, что на GT была просто такая распродажа, что не заменить на чайник Xiaomi. Не было возможности. Почти закипело уже. Тефаль закипел 5.26. Xiaomi начал выпускать немного пар. Все, выключился и Xiaomi 6. Ну, 6.06 где-то было. То есть, не успел. Получается, Xiaomi почти на минуту медленнее нагревается, чем Тефаль. Вот. Но все равно, отлично. Классно. Мне очень нравится. Со своей задачей можно так сказать справляется. То есть, не на 4 минуты больше. Ну, как бы, оправдаю. Ну, выглядит он стильно. Немного выше, чем вот старый наш чайник. И он немного уже. То есть, за счет того, что здесь ютилась микроволновка и чайник, теперь будет немного просторнее. Потому что, что не микроволновка, а мультиварка. И что мультиварка, что чайник, они теперь компактнее и будут выглядеть эстетичнее. Еще один важный момент, я считаю важным, что к чайнику Тефаль, к нему не притронуться вообще. Чайник от Xiaomi легко можно принять. Ну, они только что оба закипели. То есть, этот не притронуться. А этот вот можно спокойно взять. Он теплый. Вот. Но снаружи можно его брать рукой. То есть, он безопаснее, можно считать, от ожога.